Здорово ведь знать, о чём песня-то поёт. Чём больше языков вы знаете, тем мускулистее у вас лицо. Ну, я специализируюсь в старпёрской музыке. Перестаю быть святым, сейчас ты получишь. Андрей Гуляев расскажет о BDSM-песнях. Если хорошо, потрясти головой и накопить очень много денег, то возьмёт. Привет, всем, и добро пожаловать в следующий эпизод Don't Speak Podcast. Какие друзья? Это Энни Уокер и Джейн. И сегодня мы поговорим о песне, музыке и как это может помочь вам улучшить ваш английский язык. Именно. Да, в общем, мы про песни мы сегодня поговорим. Про то, как они помогают нам учить английский язык. Дело хорошее, дело приятное, но столько подводных камней. Я помню, как-то сразу же зайду с истории, когда я работал учителем английского в школе. У меня был коллега-американец, увидим. Как коллега? Он был носителем языка, но вообще-то по образованию повар. Ну, что делать повару в России? Преплывать английский. Ну вот, как чувак, видимо, прикольно было. Вот я к нему прихожу, говорю, видимо, слушай, тут текст песни разбирают. Громатически ошибка. Он такой, что, дурак, что ли, эта песня? В смысле? Ну, это же песня. Вот, и так я узнал, что не так всё просто. Ну, то есть, вроде как прикольно. Здорово ведь знать, о чём песня-то поётся, а то всякое бывает неловкое. И потом начнёшь разбираться, оказывается, там ошибки. Слова неправильно употребляются. Я такой, а что, так можно было? Оказывается, можно. У меня был опыт с Рамштайном. Я в школьные годы Рамштайн слушал. Говорю, класс, Рамштайн. Но когда взялся учить английский, думаю, сейчас-то я узнаю, о чём мои любимые песни. Ох, господи, лучше бы я этого не делал, наверное. Меньше знаешь, крепче спишь. Как это? Ignorance is bliss, как говорят у нас в English-speaking world. Потому что моя любимая песня, она какая-то суродка, героическая, думаю, что-нибудь такое классное. Оказалось, она прохладом азохизмом. Там первая строчка, это надень на меня ошейник и я стану на колени. Хорошее начало, хорошие беседы. А в припеве «Диш мяуси с чон вини» «Воли сладка, как никогда». Черт, сейчас мы поржали, а потом в анонсе напишем, Андрей Гуляев расскажет о BDSM-песнях. Можно потом из контекста вырезать это просто. Да, да. У нас же в начале эпизода вылежите глуперсы. Возможно, эта фраза там окажется. Окей, ладно. В общем, про песни. Поговорим о том, что слушать, что не слушать, как это делать, как слушать, как делать все остальные вещи, которые помогают с песнями. Итак, давай, что у тебя в плейлисте? Ууу, вот так сразу. У меня в плейлисте много нейтивов из разных стран и много ненейтивов из разных стран, что удивительно. Хотя у меня еще 7 языков. У меня монгольский металл, японский металл. Монгольский. Монгольский. Да. Мне надо послушать потом. Хорошо. Я заинтригована. Какой-то японский панк на разных абсолютно языках. Босни из киска. Вот. В общем, у меня много всего разного. Много разных отец, это очень смешно. У меня есть китайский кантри. Ты победила. А у меня есть песня Джеки Чана. Он поет? Он поет. Он знаешь, где пел? Когда устраивали Олимпиаду в Пекине, записывали классное видео, коллаборация, видимо, всех креативщиков Китая, и они вместе, там, в одной строчке, пели эту песню. И там был Джеки Чан, он что-то пел. Да. Классная песня. Целые альбомы, да. На самом деле, конечно, любопытно, потому что у меня, в общем-то, здесь разных ненативных акцентов. А еще, подожди, шведский металл, немецкий металл. Ну, кажется, нет, я не только металл слушаю, на самом деле. Просто почему-то именно металл играет много разных. Китайский кантри, это меня просто убило. Я думаю, что кантри играют только американцы. Моя любимая группа во всем мире, немцы, которые играют кантри. Типа, просто играйте кантри, и я уже вас люблю. Тебе нужно было вести этот выпуск в шляпе. Хауди, партнер. Да-да-да, и-ха. Окей. Собственно говоря, то, что мы сейчас в собственной деле не просто поделились, это первый важный совет. Английский разный, в устах разных исполнителей. И зачастую могут петь неправильно, неправильно произнося слова. А вы это потом послушаете такие, и подумаете, что так оно и есть. Проверяйте. Вот. Вообще, в принципе, как выбрать песню. Вот. Вы знаете, откуда она. Это первое. В смысле, из какой страны? Ну да, ну да. Потому что, да, очень важно понимать, что вы слушаете географически. Если это нейтивы, то у них у всех разные акценты. И особенно это интересно, если вы в вашем изучении английского стремитесь к какому-то, ну, единому стандарту, что ли. Типа, если я хочу говорить исключительно как американец, то я по большей части слушаю американских носителей языка. Потому что, если я послушаю британских носителей языка, у меня как-то подсознание начнет говорить по-британски, а не по-американски. То у вас будет как у меня, мне нужно прикладывать определенные усилия, чтобы сфокусироваться на одном акценте, а не прыгать британскому на американскому. Да. Такое всегда есть у всех, мне кажется, кто у нас тут. Потому что школа учит по-британски, потом мы выходим в мир, а там американский, и мы переучиваемся, и это большие усилия. А потом мы приезжаем в Турцию, записываем, я вчера вернулся из поездки по Турции, вот, и приезжаю в Турцию, а там все это не работает. Ты такой, типа, excuse me, what kinds of green tea do you have here? Такие, вот, я говорю, what green tea you have? Они такие, а! Вот, да. Окей, кстати, вот турецкую металлу у меня нет. Есть турецкий рок. Окей. Вот. Что касается песен, наверное, вот это единственная тема, где нам не нужно говорить про правила лайка. Ну, и так, мне кажется, понятно. Ну, кстати, бывает такое, что люди такие, типа, вот, сейчас я буду учить английский по песням, что там надо слушать? И из классики, ну, наверное, Фрэнк Синатра. Если вам нравится Фрэнк Синатра, да, но если вы засыпаете под Фрэнк Синатра, то, наверное, не стоит. Ну, засыпать под Фрэнк Синатра тоже не так уж и плохо. Ну, в хорошем смысле, да. фрэнк Синатра, Фрэнк Синатра, никого советовать. Так полно международных исполнителей. Да. Все эти проведения почти на английском. Да. Но если не знаете, радио. Радио. Кстати, да. Когда я учила итальянский, я знаю только пару, там, итальянских современных исполнителей, я такая, бля, что же делать? Я скачала приложение итальянского радио, и погнали. Я оттуда выписываю, делаю скриншотики, я собрала себе. Ну, кстати, да, вы можете просто вбить online radio in English в поисковике. Там этих радиостанций найдется столько, что, не знаю, вы год можете каждый день новую начать слушать. Вот. У меня музыкальный вкус отчасти сформирован радиостанцией не из компьютерных игр. Из GTA. Из серии GTA. Да, да, да. Небось, если ты играл с Andres, то ты слушал Key Dust. Потому что там в кантри играет. Нет. Там есть целая кантри радиостанция. Вот черт, я пропустила этот момент. Нет, у меня была в iCity, причем у меня была какая-то крякнутая версия, и у меня на радио не было музыки. То есть я знаю, что музыка существует, у моей сестры была нормальная версия, но я слушала только в iCity Public Radio, где был это, это ты поможешь как ток-шоу, да? Да, ток-шоу. И я тогда не говорила по-английски, и я понимала там два слова за час, но потом я выросла, я доросла, и я послушала, я нашла, собственно, аудиодорожки вот этого в iCity Public Radio. Так классно! Это комедия, чистая вода. Да, да, да. Ты там на всех радиостанцией, ну, рекламу чего стоит. Это было круто. Да, я заслушался и V-Rock, что-то типа I'm Hellraiser in Chief и так далее. Про акцент поговорили, про правила лайка, то есть оно должно нравиться. Это само собой разумеющаяся штука, ну, то есть выбирайте музыку по вкусу, если вам не нравится какой-нибудь гангстер-рэп, ну, и слушайте гангстер-рэп. Я уже, не говоря про его сложность именно языковую. Третья вещь, насчет чем хорош Синатор-то? Он поет медленно. Да. Ну, то есть я с итальянцами тоже заметил, когда я учил итальянский, мне сложновато было с группой, которая мне больше всего понравилась, потому что они довольно быстро поют, я даже читать не успевал. Нужно, чтобы песни пелись все-таки медленнее, чем вы читаете. То есть, чтобы вы точно успевали следить за текстом и точно успевали подпевать. Поэтому берите, не то, чтобы исполнители целиком, просто медленные песни любимых исполнителей, какие-нибудь, не знаю, баллады и прочее. А так медленно поет Синатор, да, он хорош, приятен, грамматикам это все довольно хорошо. Какой-нибудь Леонард Коэн, но это все такое, такое старперское достаточно, что ли. Ну, я специализируюсь в старперской музыке, поэтому мне лично не нравится Фрэнк Синатор, извините, пожалуйста, товарищ Фрэнк. Я не волнуйся за это. Окей, спасибо. Но, в принципе, все вот эти олдии из сороковых-пятидесятых, они все поют разборчиво, они все поют медленно, и они все поют на очень простые темы. Жизнь тогда была гораздо проще. Поэтому, если вы интересны... Сюда же, кстати, да. Да. Все эти love me tender... О, ты не засыпаешь. Я люблю элдис, но я не засыпаюсь. Так что, да, если вы любите такое, то, пожалуйста, там навалом народу не только Фрэнк Синатор. Не Фрэнком Синатором единым. Бейсболлс. Есть такая современная группа, которые перепели... Они когда перепели Амбреллу, и она ходила... Как оригинал. Да, типа, оригинал песни Амбрелла, записанная в Сумпресле, а Рианна, на что-то это все стырило. Нет, да, группа The Baseball прикольная тем, что они перепевают вот в таком вот стиле, как Яна сейчас выглядит, примерно рок-н-ролль на Элвисова всякую сравнительно современную музыку. Они не носители. Они из Германии. Моя... Самая моя... Самая моя моя... Самая моя любимая группа, которая исполняет кантри, и они из Германии, The Boss House. Они исполняют кантри. А, я знаю их. Они были в Kingsman, по-моему, в Сантре. Может быть, буквально вот их на днях песни попадала. Они же... Они исполняют такой кантри, что американцам должно быть стыдно. Однако. Отлично. Мы все это напишем, весь наш плейлист в описании к подкасту. Ну, а вы, как обычно, вас тоже попрошу скидывать тех музыкальных исполнителей, которые вам нравятся, которые как-то повлияли на ваш английский. Вот. И... А если вы не знаете, что послушать, загляните в комментарии и в описании подкаста. Да, так что берите, начинайте с того, что медленный разборщик, а потом постепенно ускоряйтесь. Главное, чтобы скорость была вам комфортна. Потом дойти до Эминема. Да, я помню, когда проходил тест на понимание Эминема, это было очень сложно. Но я могу сказать, что у нас не все преподаватели его прошли, потому что даже если ты суперкрут в английском языке, ты все равно можешь не разобрать Эминема. То есть, я думаю, нейтивы прошли бы его хуже. Вот. Чем некоторые наши преподы. Окей. Что еще по поводу выбора песни? Мне кажется, мы все перечислили. Вот. Давай, наверное, наших рекомендаций дадим все-таки по музыке. Вот. И погнали с тем, что делать и как слушать. Наверное, вот туда же про скорость единственное, что скажу. Изучение английского по песням, это когда вы с песней прям работаете. То есть, что-то вы с ней делаете. Просто слушание, оно не так существенно влияет, но оно неизбежно есть. То есть, вы даже, в общем-то, куда-то идете, музыка где-то играет на английском языке. И поэтому в подкасте про книги мы об этом говорили, не ставьте себе целью понять 100%. Ну, то есть, если вы какие-то отдельные слова где-нибудь там узнаете, такие, о, это они поют про любовь, а это он сказал слово drink, а это он сказал слово рыба. Почему рыба? Ну, в общем, не суть. В общем, даже отдельные слова это уже хорошо. Не ставьте от себя ожиданий, формируйте ожидания, что вы должны все понимать. Нет, все нормально, можно не понимать. Мы не совсем понимаем Эминема, это окей. Понимаете ли вы все песни муни-тролля, например? Нет. У меня множество песен на русском, которые я не понимаю, что они поют, мне надо гуглить. Ну вот да, ну и какой-то просто набор слов зачастую, какие-то эмоции передающие, но какой-то лирический замысел непонятно. С английскими песнями в общем-то часто то же самое, поэтому все в порядке. Понимаете вы с пятого на десятый и ладно. Итак, давай, наши personal recommendations, которые мы подготовили для этого подкаста. С точки зрения именно языка самая большая моя рекомендация это группа Depeche Mode. Во-первых, потому что они британцы, а я знаю, что многие студенты любят именно британский английский, а во-вторых, когда я писала собственно свой диплом использования англоязычной рок-музыки при обучении английскому, я обалдела от того, насколько правильная грамматика в их текстах. Они не грешат тем, чтобы там рубить предложение или делать неполное предложение там с точки зрения частей речи членов предложения, и они очень мало сокращают и там ну это как одно большое очень правильное предложение встроенное в ритм и в рифму и это просто фантастика. Клёво. Так, окей, что ещё? Ну, собственно, все старые песни это тоже мой конёк и горбунёк, поэтому если вы любите такое, обязательно. Они хороши и по темам, и по текстам, и по произношению, и по всему на свете. И британцы, что у нас ещё? Arctic Monkey из британцев? Из британцев, да. Ну, они такие, они с северо-британии, у них довольно специфичный акцент, это вам не Стивен Фрай, даже близко, вот, и ошибки у них те есть в текстах песен, но в смысле, что не плохо, потому что неплохо английский знают, они просто не считают нужным, всё говорить суперправильно. Уровень английского я не считаю нужным правильно говорить по-английски. это было, я не помню, кто это сказал, типа, я священный римский император, и мне плевать на вашу грамматику, когда его пытались латыни там обучать. Да, Arctic Monkey сложные, зачастую текст у них к уровню мумитроля, в смысле, что вроде-то, даже если все слова понятны, всё равно не факт, что всё поймёшь, что они хотели сказать, вот, но какими-то отдельными кусками вполне себе. И медленные песни у них тоже есть. Да. Рядом с Британией YouTube из Ирландии, когда-то были моей самой любимой группой, медленно поют, хорошо поют, поют на интересные темы, которые интересно, на них интересно подумать, и их можно обсудить. Потому что они же там, типа, активисты, политики, всё такое. Ну, как всегда. Так, Ноки, у меня британцы такие, прям, заготовленные закончились. Не, ну, Битлз, понятное дело, но это мы даже не стали писать список, но это само собой, типа, разумеется. Шотландия, Эйлсторм. Ну, опять начался, Андрей любит металл, и я понимаю, что, наверное, большинство слушателей не разделяет мои музыкальные вкусы даже близко. Это про тебя эта шутка, знаешь, I'm a huge metal fan. Да, да, да. На видео-версии вы можете посмотреть эту шутку, он здесь у нас над головами. Вот здесь. Вставляйте сюда, пожалуйста, все референсы. Да. Они просто поют, понимаете, жанр, они такой, пиратский металл. То есть люди записали много альбомов, 2008 года, по-моему, выходят песни, и они все время поют про пиратов. Моя бабушка курит трубку. Это одна песня, а у них об этом каждый альбом 2008 года. А выглядят они как пираты? Pretty much. Чем не рекомендация? Это классно. Кстати, опять же, интересно, что это вроде как native accent, но если не знать заранее, вы, возможно, подумаете, что это какие-нибудь иностранцы. Потому что в Шотландии они же часто R не ролят, как это или не убирают из слов, они часто его прям произносят. Совершенно по-другому. То есть let's drink. Это вот sounds pretty Scottish. Да, есть такое. Переносимся через океан? Давай. Да. Американцы. Американцы, естественно, навалом. Выбирай, не хочу. Из моих собственных personal recommendations в Бон-Джови. И естественно, кантри. Естественно, кантри. Есть целые кантриушные радиостанции, если вы не знаете, с чего начать, но you gravitate towards this kind of music. Навскидку, самый популярный это Люк Брайан и Блейк Шелтон. Хороши. Это из современного кантри. Первый я абсолютно их слышу. Из всего кантри только Джонни Кэш. Знаешь, это шутка, когда умер Стив Джобс, было, что типа we had Bob Hope, Джонни Кэш and no cash, no jobs and no hope. And no hope. Please don't let Кевин Бейкон die. О, да. Да, из современного кантри вот эти два товарища, из старого кантри, естественно, Джонни Кэш и из больше к твоему стилю, когда-то я дичайше любила Green Day и тут я недавно начал слушать их последний, наверное, альбом 21-го года и слушай прикольную. Класс. Да, мне они нравятся прям большим удовольствием. Они, знаешь, они как группа зверя, они как в школе, как сейчас, примерно одно и то же по стилю, что-то не менялось и прям ловишь эти вайбы, то же самое сейчас. Я Green Day слушал, наверное, не веру, вот этот American Eerie, 2000-е годы. Да, это прикольно. Хорошая такая regular usual American English. Туда же какой-нибудь Offspring, кстати, тоже они за годы не сильно поменялись, хотя посидели вот разве что. Metallica, туда же из моих вкусов и Хэтфилд довольно специфичен, конечно. Песни тоже интересные. Я слушал трехчасовой подкаст Джо Рогана с Джеймсом Хэтфилдом о чем можно играть три часа столистам Металлики. Они очень мало говорили про Металлику, но они говорили сорок минут про то, как Хэтфилд у себя на ранчо разводит пчел. И еще он рассказал, что все кто играет в Калифорнии тяжелую музыку ходят к одному и тому же врачу, потому что от того, что на концертах вот так вот трясут головой, у них что-то там начинает болеть где-то в одном и том же шейном позвонке и есть один специалист на всю Калифорнию, который прямо на этом специализируется. Ты сидишь в очереди, вокруг тебя куча рок-музыкантов. Представляешь, попасть в эту комнату ожидания. ну я больше нас на собой просто не возьмут. Если хорошо потрясти головой и накопить очень много денег, то возьмут. Ну вот, слушай, я думаю, что второго достаточно. Кстати, на самом деле, шутки шутками интересный момент. Посмотрите интервью своих любимых исполнителей. Посмотрите, как они говорят на английском в жизни. Посравнивайте это с песнями. Такая вроде бы простая мысль, но мало кому-то в голову приходит. Будем про фильмы рассказывать, то же самое будет. Говорит. Это всегда интересно смотреть интервью, как вот человек, которого ты привык поющим, говорит. У меня это главная мотивация для моего изучения французского в текущий момент, что я очень люблю исполнителя Жеральда Пальмаз и весь мой YouTube наполнен интервью с ним. И я учу французский в основном, чтобы понимать, что он говорит. Прикольно. Так, что еще американского? Давай. Фу. Еще надо было открыть просто плейлисты и просто вслух читать. Я, наверное, еще... А, мы еще пока не перешли к нейтивам. Давай переходите. Из нейтивов еще Австралия, ACDC. О, да. Кто еще есть в Австралии? Там еще кто-то есть? Там пауки. ACDC, пауки и киндру. Да, кенгуру и куала. И куча, в общем, всякой фауны, которая хочет тебя съесть в основном. Первое, что у меня ассоциировалось с Австралией, это уже где калиминог. А, классно. Кстати, да. Классно. А, Канада. Микклбек. Моя большая любовь. не надо? Да. И еще, кстати, Нелли Фортадо из Канады. Оказалось. Клево. Наверное, еще чем-нибудь напишем, когда будем готовить я, наверное, дам ссылочку на свой плейлист, потому что так можно делать. Правда, у меня в Яндекс.Музыке, а не в Спотифайе, но не в Apple Music. Ну, в общем, кому-то, может быть, пригодится. Он еще пополняется всякой странной музыкой. Да, я коллекционирую акценты народов мира, да. В принципе, монголы поют на монгольском, то есть, я не могу ничего пока сказать про монгольский акцент. А, подожди, я видел их интервью. специфично, да. Да, что касается ненативного, я, наверное, знаете, что посоветую? Для того, чтобы было разборчиво. Некоторые немцы и скандинавы поют с акцентом, похожим на русский. И это такой немножко костыль, что ли, но это прикольно. Я слушал группу Саботон, шведы, конечно же, угадайте жанр. Я сначала думал, что это реально русские, потому что они такие Baptized in fire forty to one примерно так поют. Я думал, ну, наверное, какие-нибудь русские прикольные ребята, интересно, что такое. Они, так сказать, шведы. Вот. Первая рекомендация, кому нравится. Вторая, тоже металлическая, это Power Wolf, это немцы. И они тоже поют с акцентом. Чем это хорошо? Они поют за счет фонетической близости, они понятнее, чем нейтивы. И вот если вы начинающие, и если вы вдруг совершенно случайно разделяете мои музыкальные вкусы, послушайте их, вам будет понятно. Даже если вам не понравится, вам все равно будет понятно. Кстати, я думаю, что you underestimate the power of your music taste, потому что очень много я встречаю студентов в чатах, которые говорят, моя любимая группа Саботон. И я все время говорю, Andy Goliath likes this, и они сразу такие, ууу, классно. Ну, это да ладно. Даже до их концерта. Всегда хотел. Вот. Да, так что иногда песни с акцентом это тоже норм. Окей, ладно. Про музыку поговори, давай все-таки что делать. Значит, первая вещь, я уже сказал, это просто играть пятнашки словами. То есть, просто слушайте фоном музыку и просто обращайте внимание о это знакомое слово. Это, как вот я в подкасте про чтение говорил, что приучайте себя читать не только когда вы прикладываете усилия, но и рефлексом. То же самое будет с песней. Все-таки вы еще и аудирование прокачиваете таким образом, а вы привыкаете понимать смысл того, что слышите. И просто фокусировать на этом внимание, не давать песню просто фоном звучать, это уже хорошая идея. Это первая вещь, которую можно делать с песнями. Давай вторую. Собственно переводить, понимать, что там происходит. Желательно переводить не через Google Translate, а через толковые словари. Ну, точнее, если будете переводить в Google Translate, будьте готовы, что получится чушь. Но, кстати, с другими языками это не так плохо работает. То есть, когда я учил вот все после английского, я переводил на английский язык, потому что, допустим, испанский на английский, итальянский на английский. В силу родства языков, все-таки у них общие романские корни есть, переводится лучше гораздо, чем на русский. Кроме некоторых групп, которые на славянский язык поют, там, понятное дело, что на русский проще. Если все-таки хотите использовать Google Translate, лучше не целиком песни или даже не целиком предложения, а по отдельному слову. Почему? Потому что Google при переводе одного слова выдает все его значения, хоть и на русском. И тогда у вас складывается более общая картина, какое-то целостное понимание того, что это слово в принципе означает. И вы прочитали там 10 дефиниций одного и того же слова, и уже что-то более понятно, чем... Ну и выборы подходящие, да? Ну, кстати, тоже момент, опять же, об этом говорили в подкасте про книги, попытайтесь переводить только незнакомые слова и попытайтесь догадаться о том, о чем же вообще песня. То есть лучше вы с точки зрения именно тренировки, с точки зрения упражнения сами подумайте, поанализируйте текст, грамматику поднапряжетесь, помните, что какие-то слова вот когда-нибудь так вот стоят, как они друг с другом взаимодействуют, нежели просто возьмете и будете читать готовый перевод. То есть упражнение, тогда нам тяжело, когда мы какую-то нагрузку на мозг сообщаем, мозг отвечает тем, что отращивает новые нейронные связи. Если вы хотите учите английский, то разбирайте песни и делайте это не вот просто перевели и смотрите, а пытаетесь как-то анализировать, что-то делаете. Смотрите по этому отдельные слова, а не весь текст песни. Да. И потом можно превращать эти новые выражения для вас, если они подходят под ваш стиль речи и они вам нравятся в флеш-карточке. Чем-то хорошо, тем, что тогда вы запоминаете целыми чанками информации, которые уже... Кусками, да. Кусками. Кусками информации. Ну, ну, если бы у вас тип чанкс. Теперь выучили слово выпуски, ломти. Ломти информации. Потому что они уже стопудово compatible. Совместимые. Совместимые. И они лучше запоминаются и превратите их карточку. They can be remembered in an easier way. И потом вы будете говорить как ваш любимый исполнитель теми же самыми выражениями. Я так французски делаю, мне очень нравится, и я схожу за умную. Я представляю, вы будете говорить как вы любимый исполнитель гроулом. Да, на самом деле это makes sense в том плане, что в русском языке мы привыкли, что каждое слово само по себе, ну, потому что у нас язык синтетический, очень много определяется формой слова, то есть какое-то окончание, и в принципе, когда мы хотим из одного слова сделать другое, мы скорее какую-нибудь часть слова к нему приделаем или уберем, нежели приделаем другое слово. он типа сделаю, будущее время глагола делать, это в английском языке это будет will do, то есть англичане не будут приделывать к do, какие-то еще аморфены, то есть части слова, они просто слово еще одно приделывают. И английский язык очень сильно держится на том, что вы считываете взаимодействие слов, он называется аналитическим, типа вот вы анализируете предложение до этого. Китайский язык тоже аналитический. Ну а ты, у иерографов есть окончание? Подвисовать там соединение. Ну да, то есть иерограф каждый сам по себе, то есть в аналитических языках каждая единица речи меньше меняется, но все держится на том, как мы понимаем их взаимодействие. И тем самым вы к этому привыкаете, к аналитичности английского, что слова не каждая сам по себе, учитесь находить их взаимосвязи, либо берете целые куски, где и слова, и взаимосвязи идут в комплекте. И да, всякие прикольные фразочки тащить из песен, это прям хорошее дело. Даже если вы из одной песни вытащите всего одну какую-то фразу, это уже успех. Ну потому что песен в мире больше, чем то количество слов, которое вам нужно, чтобы свободно говорить на английском. Да. Что еще касается, наверное, анализа текста. Есть хороший ресурс Amalgama Lab. Там как-то художественный перевод текста. То есть он не буквальный, не дословный, а именно по смыслу. То есть вот если вам непонятен именно смысл, о чем они там поют, там неплохо прониментироваться. Но там может быть перевод не построчный, для общего смысла хорошо. Что имела в виду автор. Да, что хотел спеть. Окей, следующее. Про флеш-карточки еще вспомнила. Ты говорила, мы в подкасте про приложения порекомендуем. Приложения, в которых можно и удобно делать карточки. Так точно. Так, давай дальше. Дальше. Подпевать. Очень мощный ресурс и инструмент. Я буквально вот только что вспомнила, что я собственно стала вообще связала свою жизнь с языками, потому что я однажды сидела дома, на диване подпевала, смотрела MTV, проходила моя мама и она такая, слушай, у тебя нормально получается, может быть тебе на переводчика пойти? Я такая, окей, мам. И все, и вот я здесь. И что интересно, я в школе у меня был очень плохой английский, но в смысле по оценкам все было великолепно, а по факту все было очень плачевно. Ух да, спрашивают, Андрей, на какой уровень идти, если у меня в 8 классе была пятерка? Может все что угодно означать. Да, и в общем, когда я поступила в универ, мне несколько преподавателей говорили, а кто тебе произношение оставил? У тебя очень классное произношение. И ты такая, ну... Я просто подпевала MTV, и я настолько часто подпевала, что у меня просто были натренированы нужные мускулы в моем речевом аппарате. Кстати, да, насчет facial muscles, история, я читал исследования, что можно оценить, на каких языках говорит человек по его лицу. То есть, они прямо находили паттерны, что человек поставил себе такое-то произношение, вот смотрите, вот тут там щекана, миллиметр больше выпирает, вот тут какая-нибудь линия, лучше прослеживать, и так далее. За счет того, что в английском, например, в русском разные мышцы, господи, мускулы лица задействованы, у вас выражается мнение, меняется выражение лица стандартное, когда вы учите английский, так что сыгранайте на простой ческом хирурге. Чем больше языков вы знаете, тем мускулисте ваше лицо. Да, чем больше вы занимаетесь произношением. Ну и кстати, пользуясь случаем, приходите к нам на Repeat Please, это курс как раз таки по аудированию через произношение, то есть мы учим вас говорить правильно, за счет этого вы начинаете больше, лучше понимать английскую речь, как раз как на фильмах, на сериалах тренируемся, вот, ну а с промокодом подкаст, мы вам даже с никого сделаем, вот, ссылочка будет в описании к подкасту. Так, мы остановились на карточках и на подпевании, на подпевании, да. Та же самая штука, чем хорошо, да, чем хорошо, самое простое, это в машине, наверное, петь, но если вы ездите на машине, я все время в каршерингах врубал свой плейлист, это очень, для меня было приятно. Если вы едете на такси, лучше спросить у таксиста, можно ли подпевать. Или подпевать с ним хором. Кстати, по поводу произношения, вот еще, что я вспомнил, я был на концерте ЗАЗ в Питере, завидуй, ну вот, и я очень хорошо помню, что как раз таки тоже мне мое подпевание помогло, потому что когда она заиграла Живе, ну конечно же, все подпевали, вот, и я слышал, что я подпевал довольно-таки еще неплохо. Лучше, чем она. Да, чем средний человек в толпе, который живее для амур, для жвы, для бон... Вот это все. Живее. Живее, да. А я такой ненормальный на тебе говорю. Для мур, для жвы, для бону мертв, цикловод, и все остальное. Да, так что, действительно, это тренирует. Особенно вместе с Робит Плитз, прям вообще бомбически у вас будет эффект, потому что одно дело изучение, на курсе есть, на практике там есть, но другое дело, когда вы еще делаете такой English outside, это, наверное, единственное, вообще на наших идеологических элементах, то есть, обязательно вы должны, даже если вы, не знаю, проходите одновременно все курсы в Don't Speak, все равно обязательно нужно, чтобы вы за пределами Don't Speak практиковали английский, что-то делали, попивайте песням, это просто, это можно делать когда угодно, это можно замечать с любым занятием, но есть одна важная вещь в подпевании, сначала разберитесь, что именно вы подпеваете, чтобы вы понимали, что ракомакофо, это не ракомакофо, это рок the microphone, то есть, чтобы у вас ввязалось произношение слова с самим словом, песня можно замечательно подпевать, просто как набору звуков, ну давайте, кто этого не делал? Я сразу вот этот мем вспоминаю, из Need for Speed. Черт, нет? Нет. Вот сюда ставьте, пожалуйста. Такого много, вот, ну, как на ушах я подпеваю монгольскому металлу? Я, целый альбом, там я разобрал два слова, не знаю, слово, которое я знаю по-могольски, это монгол. Монгол, правда. Ну вот, и очень важно, потому что иначе попивание не имеет, ну, почти не имеет смысла. Окей, да, вы тренируете артикуляцию, вы качаете мускулы на лице, но аудирование произношения, как именно связь, смысла слова и набора звуков не формируется. Есть такая в мозгу зона, называется, зона брака. она, собственно, stores sound images of words, хранит звуковые изображения слов. То есть, как вот, вот это слово, которое означает вот это, как оно звучит. Ну вот, и если вы подпеваете необдуманно, то зона, наврал, зона брака отвечает за озвучку, зона верники, вот, зона верники хранит звучание, зона брака, зона брака, это про то, это про motor programs, вот, то есть, это которое, что нужно задействовать, чтобы произнести звук the, например, вот, это тоже нужно тренировать, вот, репит приз об этом о многом. Ну вот, а зону верники тренируйте, совмещайте значение слова с его звучанием обязательно. Дальше, пересказывать текст песни, когда вы ее поняли, работайте с ней, работайте, особенно берите ее как, именно как reported speech, не то, что вы пошли и наизусть рассказали, как стихотворение. Штат на табуреточку. Да, а тренируйте reported speech, пересказывайте последовательность верную, во-первых, вы тренируете память, во-вторых, вы тренируете свое собственное понимание этой песни, и в-третьих, вы говорите. В принципе, критерием понимания темы является умение ее пересказать, даже не пересказать, объяснить стороннему человеку своим словам, то есть, когда вы пропустили это, запустили слова в голову, сформировали вот какое-то понимание, потом это понимание своими словами высказали. С песнями та же самая штука. Это прекрасно работает, окей, с любым нашим English Friend'ом, вообще без проблем, English Friend'ы всегда рады обсуждать свою музыку, особенно, если они сходятся с вами по вкусу. А у каждого нашего English Friend'а, я уверен, огромный, именно англоязычный, в первую очередь, плейлист. Первое. Второе, с друзьями, которые, может быть, учат английский, может быть, не учат английский тоже. Вы просто говорите, привет, а ты знаешь, о чем вот эта песня? И рассказываете. Вот это вот, и друзья такие, ничего себе. Tell me more. Да, как у меня было с Рамштайном, ну, в общем, много песен, на самом деле, у них бодрая мелодия, может быть, довольно грустный текст, на самом деле. Вот. И, когда вы понимаете, о чем там она, на самом деле, эта песня, грех не поделиться. Да. Особенно, у меня накопилось три, по-моему, я даже недавно где-то постила в нашем телеговском чате, три больших, типа, revelation, что песня, на самом деле, не то, чем она кажется. Это у Стинга Every Breath You Take, это не любовная баллада, у You Too, это One, это не любовная баллада, и у Леонардо Койна, это Hallelujah, это не религиозная песня. Ну, это как Losing My Religion, тоже, кстати говоря, это не религиозная песня. Кстати, это такое необычное выражение, я его вот не знал. Losing My Religion, на самом деле, примерно то же самое, что Losing My Temper, типа, выхожу из себя. Перестаю быть святым, сейчас ты получишь. Ну, типа того, да. Всё, вот живите теперь с этим. Надо прям гуглить, то есть, я такого выражения не встречала, где-то там, по-моему, куда Рэм родом, это, типа, да, нормальная тема. А неоткуда? Слушай, у меня вот почему-то в голове сейчас был Техас, надо проверить, нам уже не будет чек. Вот. Сейчас кажется, вообще не Техас, ну, ладно, сори. Мы ещё не будем гуглить. Окей. Так. В принципе, что, наверное, про песни всё рассказали. Значит, важно правильно отбирать, так, чтобы нравилось, так, чтобы было понятно, медленно, разборчиво выбирайте из любимых исполнителей. Помним про страну, про акцент, что не все английские одинаково полезны. Вот. И когда мы, соответственно, до песни добрались, разберитесь, о чём она. Вдруг она всё-таки тоже не любовная баллада. В этом поможет Amalgama Lab. Когда пытаетесь разобраться в значении песни, то, пожалуйста, не пытайтесь переводить просто autodog в Google Translate и переводить отдельные слова, и пытайтесь достраивать смысл самостоятельно, так вы тренируете мозг лучше. Когда подпеваете, обязательно увидите в том, что вы подпеваете правильно, чтобы многократным повторением запоминать уже правильную вещь, чтобы понимать, какое слово вы сейчас пропеваете, и что оно означает. Вот. И потом, обязательно, когда всё это сделали, обсудите это с мишфрендом в Don't Speak или просто со своим обычным френдом, начав диалог со слов «А ты знаешь, о чём эта песня?» Do you know what this song is about? Since it's more about practicing English, isn't it? Yes. So, that's it for today. Please remember to write down the names of the song that you like the most to the comments. Мы этот подкаст публикуем на разных площадках, в разных соцсетях, мы будем везде оставить комментарии, так что пишите, что вам нравится, какие песни у вас тоже будут revelations, то есть открытие, на тему того «Ах, вот о чём они поют». There was Annie Walker and Jane Teer and the Don't Speak podcast. Podcast about English language and people who speak it. Bye. See you all later. Bye. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok